Всем огромный привет! Сегодня снимаю видео об этом наборе и о своей работе по этому набору. Этот набор называется Мой добрый лис от фирмы РТО. Артикул М532. Производитель указывает, что работа должна получиться 20 см на 14,5 см. И что здесь комплектующие, как всегда, у РТО, это канва от Свайгард и ниточки DMC. Когда я выбираю наборы РТО, комплектующие меня обычно не волнуют. Я всегда уверена в том, что они замечательные, они отличнейшие. Почти всегда я уверена, что ниток будет достаточно, что их хватит. Так, во всяком случае, случалось со всеми наборами. И я только выбираю сюжет этого производителя. И, конечно, мимо этого лиса пройти я не смогла. Вот этот весенний психоделический взгляд не оставил меня равнодушной. Некоторые говорят, что вот какая-то работа является ли какая-то работа воплощением вашего внутреннего мира. Так вот, мне кажется, что вот этот лис на данный момент и является воплощением моего внутреннего состояния. Конечно, ладушка Танюшка посмеялась надо мной, сказала, что я покрылась пятнами. Но это на самом деле так и есть. То есть у меня вот какое-то неопределенное состояние, такое переходное, весеннее. С надеждой, глядящая в будущее, так как впереди лето и много планов, естественно. Поэтому вот этот лис, который притаился где-то в глубине чаще и такими широко открытыми глазами смотрит на мир и ожидает какого-то чуда, ну, мне очень близок на самом деле. Я, конечно, говорю про состояние на сегодняшний момент. Мы меняемся в течение жизни. Никто не говорит, что это вот так навсегда. Но вот на сегодняшний день это я. Естественно, я сразу же стала сшивать эту работу. Она у меня не пошла в долгий ящик, так как вы знаете, что у меня процессов полным-полно. Можно сказать, миллионы, еще маленькая тележечка. Но за этого лиса я взялась практически сразу. И очень удивительно, что он пошел у меня просто очень-очень быстро с самого начала. Я начинала с этого угла. И в первый же день у меня отшилась, ну, вот такая часть работы. Ну, приблизительно, может быть, одна восьмая часть работы отшилась. Далее у меня был некий перерыв, так как мне пришлось заниматься своим здоровьем. Но, слава богу, я вернулась потом к этому проекту. И, естественно, хочу вот подвинуть, чтобы было понятно сравнительную характеристику такую показать. Своей отшитой работой и картиночки. Ну, естественно, его закончила. Надо сказать, что он не так уж много времени у меня занял, отшив этого набора. И результатом я осталась довольна. Специально вот положила две картиночки, чтобы было видно. Конечно, на картинке производителя мы видим, что немножечко вот эти цвета более в какой-то сиреневый оттенок. У меня же работа получилась более голубая. Ну, во всяком случае, я так вижу. Ну, мне все равно нравится вот этот результат. Здесь как-то потемнее желтые цвета, посветлее. Мне кажется, вот этот лис, мой лис, он более действительно весенний. Такой настроенческий. Хотя этот лис мне тоже, конечно, нравится. Я-то покупала вот картинку. Естественно, мы покупаем картинку. Ну, а дальше может быть либо полный восторг, либо разочарование. Вот в моем случае это был полный восторг. Техника здесь не очень сложная. Во всей схеме нужно было выполнять только полный крест, ну и, соответственно, бэк. Несмотря на то, что бэка здесь достаточное количество, чтобы отразить вот шерсть лиса, он очень логически построенный, поэтому отшивался совсем не сложно. И его не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. И если вот следовать какой-то логике вышивки вот этих стежков, то, в принципе, никаких проблем не было. Единственная была проблема у меня, когда я начинала путаться, на каком я месте, где-то делала ошибки. Но в этом случае я просто отмечала по схеме, вот сейчас покажу просто кусочек схемы. Я отмечала по схеме вот какой-то значок, где я останавливалась и уже на него опиралась, чертила просто карандашом. Ну, давайте несколько слов сразу же расскажу и о схеме. Схема очень понятная, несмотря на то, что здесь достаточное количество цветов. Вот вы видите, что на двух палетках. Сейчас видите точно. Вот было две палетки, на одной палетке было 15 цветов, и на другой еще 8. Здесь же не было абсолютно никаких одиночных крестиков, чего я терпеть не могу, потому что мне всегда кажется, что одиночек можно избежать. И хороший эффект получить при хорошей разработке схемы. Схема разработана на отлично. В принципе, как всегда у РТО, во всяком случае, ни с какими такими неприятностями я не встречалась. Единственное, что мне пришлось сделать, это закрасить один из значков в зеленый цвет. Я воспользовалась просто зеленым фломастером, вот такой ручкой специальной, для того, чтобы его выделить. Так как в какой-то момент я поняла, что я вот не понимаю эти группы, они у меня несколько стали сливаться. Я думаю, что если я выделю какой-то значок, то будет просто замечательно. Единственная заморочка со схемой, и это меня очень и очень раздражает. Я потому что частенько путаюсь, когда начинаю отшивать такие схемы. Я вот терпеть не могу, когда производитель оставляет по клеточке сначала. Ну, в общем, со всех сторон здесь была оставлена клеточка. То есть, когда мы начинаем отшивать, мы начинаем отшивать не с самого угла, а как бы вот со второй клетки. Я не знаю, зачем это было сделано. Вот я, честно говоря, понять логику эту не могу. Вот эта пустая клетка меня сбивает всегда. Может быть, это я такая, вот что меня можно сбить очень легко какой-то пустой клеткой. Но раза два, три я сбивалась, и это меня раздражало. Вот такие вот схемы я встречала еще, и каждый раз я натыкаюсь на эту проблему. Мне кажется, если просто начать с какого-то, ну, если расчерчивать вот эти 10 на 10, именно ориентируясь на начало вышивки, было бы гораздо-гораздо проще. Не знаю, согласны вы со мной или нет, но вот лично для меня это большой геморрой. Это что касается схемы. Что касается ниточек. Ниточек осталось вот такое количество, здесь две палетки. В принципе, не так уж и мало. Нитки красивые. Я, конечно, просто наслаждалась, отшивая вот эти цвета. Ну, понятное дело, что после зимы хочется именно таких каких-то чистых, пастельных, радостных, я говорю в этом случае, умытых цветов. То есть, совершенно чистейших и каких-то голубых, бирюзовых, розовых. И я, естественно, наслаждалась, когда я отшивала такими цветами. С ниточками здесь все было прекрасно. Что касается размеров. Опять же, это та история, которая меня каждый раз удивляет. Не меньше, чем первый. На самом деле, производитель нисколько не ошибся в ширине этой работы. Она 20 сантиметров точно. Я была удивлена. Однако, по высоте эта работа не дотягивает до 14,5. Здесь 14 сантиметров. Но максимум 14,2 миллиметра. Ну вот, я понимаю, что, конечно, производитель не думает о том, что затем вышивальщице нужно будет это как-то оформлять. Естественно, они не хотят думать о том, что нужно будет нести в багет и тратить дополнительные деньги, дополнительные ресурсы, вытаскивать из семейного бюджета. Конечно, если бы эта работа была стандартной, скажем, там 20 на 15, то проблем вообще с оформлением никаких бы не было. То есть можно было бы подобрать какую-то рамочку из общедоступных в магазинах и благополучно оформить эту работу в картину. Но если говорить об оформлении, я еще не совсем уверена, хочется ли мне оформить этого лиса, моего доброго лиса, именно в картину. Не могу сказать, что я не вижу его в картине, как раз я могу себе представить его оформленным именно картиной, повесить его где-нибудь на стеночке или, может быть, даже поставить на комоде или на столе. Но вы же знаете мою любовь ко всяким прикладным вещам, и вот я пока размышляю, каким же образом мне оформить моего лиса. В данном случае обращаюсь к вам, к моим зрителям. Возможно, вы мне подскажете, потому что я уже долго, ну, достаточное время думаю, что же мне с ним делать. Ко мне приходят совершенно сумасбродные идеи. Мне даже казалось, что почему бы не оформить обложку на паспорт вот таким образом. То есть это будет с титульной стороны и с задней стороны будет хвост. Ну, таскать с собой паспорт с вышивкой, несмотря на всю мою любовь к прикладным вещам, я, конечно, бы, наверное, не рискнула. Оформлять этого лиса в косметичку, так как вопрос косметички у меня остался открытым для моих документов. Ну, косметичка тоже у меня будет с собой всегда таскаться в сумках, обтираться. Хотя я спокойно отношусь вот к вышитым косметичкам, но почему-то этого лиса жалко до безумия. Каким-то еще образом оформить, ну, я даже не знаю. Опять на какой-то рукодельный мешочек. Если думать о каких-то блокнотах, то вот нетрадиционные блокноты, наверное, разворот не совсем удачный у этого лиса для блокнота. Так бы было по, наверное, поудобнее, потому что в основном блокноты вот так располагаются вертикально. А здесь же вышивка такая, и поэтому, ну, вот, вы сами понимаете, вы уже, наверное, сообразили, что я мучаюсь. Я сейчас думаю, картиночка пока побеждает. Не знаю, что еще из него можно сделать. Посоветуйте, пожалуйста. Может, у вас какие-то гениальные мысли появились. Я с удовольствием почитала бы их в комментариях. Вот на этом, пожалуй, все о моем добром лисе. Вам огромное спасибо, что зашли ко мне в гости в очередной раз. Желаю вам прекрасного рукодельного и вышивального настроения. И до новых встреч. Всем пока!